Основной доклад по вопросам капитального ремонта строительства по исполнению программы муниципальных контрактов предоставил Сергей Перевалов. Общий объем финансирования всех строительно-монтажных работ в Лобинском районе, включающий в себя новое строительство, капитальный ремонт, аварийно-восстановительные работы на реке Лоба, ремонт дорог в 2013 году, превышает сумму 400 миллионов рублей. Финансирование капитального ремонта и нового строительства объектов социального значения, таких как школы, детские сады, спортивные учреждения, объекты здравоохранения из краевого, местного, федерального бюджета было выделено денежных средств на сумму более 80 миллионов. На ремонт дорог муниципального значения 12 сельских поселений и дорог, находящихся в ведомстве района, денежных средств на сумму более 54 миллионов рублей. На работы по расчистке русла реки Лоба из различных источников бюджета выделена самая большая сумма из всех направлений, это 230 миллионов рублей. В рамках программы газификации населенных пунктов Краснодарского края на газификацию поселка Розовый и Хутор-Сладкий выделено более 30 миллионов рублей. В текущем году в 15 школах были выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые. Выполнены также работы по капитальному ремонту средней школы в станице Чемблыкской на сумму более 8 миллионов рублей. Во многих школах выполнены работы по усилению мер пожарной безопасности. В настоящий момент ведется ремонт стопортинного зала и кровли средней школы номер 9. На ремонт объектов управления физкультурой и спорта и средств краевого бюджета выделены 15 миллионов рублей. На ремонт спортшколы единоборств на сумму 5 миллионов рублей. В настоящий момент там ведутся работы. По бассейну ситуация какая. Изначально ввелся разговор о том, что о 20 миллионах, помните, еще когда Иван Александрович Перонко приезжал, и смета была на эту сумму изготовлена, чтобы полного объема выполнить, закрыть эту тему во всех направлениях по бассейну. Но поскольку финансирование в два раза меньше было сейчас, мы общими усилиями управления строительства нашего УКСа и так, и так пересматривали, выбирали приоритетные направления. И поэтому остановились над теми, что мы закрываем крышу, фасад и систему вентиляции. А внутреннюю отделку уже остается до лучших времен, до появления 2,5-3 миллионов, где-то такая сумма нужна, чтобы сделать подвесной потолок и внутреннюю отделку в самом бассейне. Также ремонтируются объекты здравоохранения. В текущем году выделены средства на строительство двух офисов, врачей, общей практики в станице Чемлыкска и Засовска на сумму 17 миллионов рублей. В текущем году на территории Лобинского района ведется расчистка русла лобы в районе Ахметовска, села Гафицкого, станицы Каладжинской и в городе Лобинске. На крепление дамб выделены 28 миллионов рублей. Из местного бюджета, из сельского, городского и районного затрачено на софинансирование по этому году 3,5 миллиона рублей. Из них львиная доля по городу 2,8 миллиона. Это в дополнение Сергея Михайловича. И я хочу остановиться на тех проблемных вопросах, которые стоят на данный момент. Первый проблемный вопрос это мост в селе Горное. Министерство отказало финансирование о необходимости восстановления этого моста в размере 22 миллиона. В настоящее время дело передано в суд. Будем судиться с министерством. Второй момент. Министерство по ГОЧС отказало нам финансирование и продолжение работ по восстановлению поваленных шпор в городе Лобинске на дамбе. В связи с тем, что из министерства убран водный блок в Министерство природных ресурсов. В настоящее время у нас получен ответ. И совместно с городом мы будем готовить обращение на Лукоянова о необходимости включения в программу на следующий год, Александр Александрович. Там сумма вопроса 39 миллионов, чтобы нам доделать берегокреплительное сооружение в городе Лобинске. На ремонт дорог в 2013 году выделено также большое количество денежных средств. Работами по ремонту охвачены 12 поселений района плюс муниципальные дороги районного значения на сумму 54 миллиона рублей. В настоящий момент в большинстве поселений работы по ремонту дорог выполнены за исключением лучевого поселения, где планируется окончить работу до конца октября и в Лобинске. 18 миллионов, 6 миллионов освоено, осталось 12,5 миллионов, которые идут на капитальный ремонт, на перевод дороги из гравийного в асфальтное покрытие, полный комплекс по микрорайону Придгорье. Проводя анализ 9 месяцев текущего года, можно видеть, какие объекты будут выполнены в срок, а каким придется уделять дополнительное внимание, продолжил Сергей Перевалов. Надо отметить, что большинство из вышеперечисленных объектов либо уже построены или отремонтированы, либо будут сданы в срок до конца года, и опасений не вызывают. В планах на 2014 год по дорожной карте строительство нового детского сада в футоре Харьковском на сумму 28 миллионов рублей. Заявка предоставлена в департамент на финансирование в будущем году. Также планируется подача заявки на финансирование строительства группы на 25 мест на территории детского сада номер 7 станицы Засовской. Запланирована также реконструкция здания по детский сад на 110 мест в Лобинске по улице Ватутина. В рамках программы газификации планируется начало строительства газопровода от станицы Каладжинской до села Гафицкое. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.